приветствую вас дорогие друзья на связи с вами алексей каширский на этом уроке мы рассмотрим небольшой вопрос который задан был мне через социальные сети в общем вопрос заключался в следующем есть созданный с помощью морфа купол с помощью операции твердотельного моделирования он делался в общем есть такой купол и нужно его разукрасить разными цветами то есть сделать чтобы как витраж был разными цветами сегмента и шли смотрите значит ну подробная работа с морфом рассмотрена в видеокурсе 15 способов используя вернее 10 способов использования инструмент архикат морф с помощью его мы можете изучить подробный инструмент морф вот операции твердотельного моделирования рассмотрены в видеокурсе подробно рассмотрены в видеокурсе моделировать архикат 20 легко данном случае моя задача сейчас вам показать как разукрасить уже этот морф там значит если вы работаете в версиях 16 17 и 18 вот дело в том что морф появился начиная с 16 версии то вам чтобы разукрасить нужно будет делать для еще дело держим control shift например и видите подвожу на сегмент он его под подсвечивает я по нему щелкаю вот могу так вот держа control shift выделить несколько сегментов вот и потом что делаю захожу в параметры морфа и здесь уже выбираю материал который буду накладывать ну к примеру дерево дуб светлый окей все готово видите наложил кстати обратите внимание текстура вот здесь вот так легла а здесь вот под 45 градусов да не совсем хорошо как поменять вот здесь смотрите опять же держа control shift но можно было не снимать выделение но раз уж сняли опять выделяем смотрите заходим сюда в параметры и здесь есть вот наложение текстуры кубическая плоскостное дело окей делаю все видите текстура развернулась или жить нормально вот это такой вариант то есть каждый сегмент держа control shift выделять да и соответственно параметры заходить менять но если вы работаете в архикаде 19 20 то вам гораздо легче будет это сделать почему потому что начиная с 19 архикада появился такой интересный инструмент называется он так сейчас он внизу вот у нас находится значит окраска поверхностей вот здесь нажимаем высвечивается такое окошко краска поверхности и мы что делаем просто выбираем нужный нам материал примеру давайте вот дерево сосна до выберу навожу на сегмент эти он его подсвечивает я просто щелкаю все готово вот у этого инструмента есть такие параметры смотрите есть вариант запустить режим окраски значит можно сделать чтобы вот сейчас я один раз щелкнул и все и инструмент как бы отключился давно если включу его этот режим окраски да вот кстати можно вот такой вот включить лучше даже будет то он включен постоянно скажем так и я могу просто вот видите об щелкивать те поверхности которые мне нужно перекрасить это очень удобно видите смотрите если например я вот покрасил мне не нравится да в какой поверхности от перекрасил я могу в принципе выбрать смотрите если я сам сейчас отключу сам морф выделю вот он показывать те материалы которые на него сейчас наложены видите вот которые я накладывал они здесь показаны соответственно вот стекло прозрачное да у меня изначально был материал я могу что сделать смотрите найти этот материал стекло прозрачное от выбрать и просто щелкнуть потому материалу который я хочу заменить ну либо принципе да на этот сегмент вот навести щелкнуть все перекрасил обратно либо вот смотрите вот эти вот камушки да я хочу перекрасить в стекло прозрачно я вот выбрал материал и вот по камушкам щелкаю все видите он перекрасил в нужный мне материал ну давайте вот возьмем например стекло час перекрасим вот такой в ткань раз нажал видите все перекрасилась очень удобно когда например вы уже покрасили да и хотите поэкспериментировать с другими цветами то есть я хочу здесь не дерево что было наложено а какая-нибудь краска соответственно я просто на выбираю нужную мне нужны мне материал и щелкаю под материал который нужно заменить ведь и даже просто навожу он мне показать мне не устроило не щелкаю подвел например устроила щелкнул все он его заменил вот очень удобно очень удобно вот эта краска поверхности функция вот это повторюсь в 19 и 20 есть предыдущих версиях такой возможности не было если вы сделали и вам в общем то не понравилось то что вы сделали в принципе можно сделать что можно просто-напросто выбрать стекло да как у нас было и просто об щелкать все эти материалы либо как вариант смотрите зайти в параметры здесь сделать покрытие выбрать которые нужно ну к примеру стекло голубое пусть будет все применить изменяя также к специальным граням вот сюда вот окей нажимаю все видите все перекрасилась в один цвет вот таким образом можно заменить но еще смотрите одну вещь покажу с морфом сейчас у меня вот если вы обратите внимание сегменты вот по горизонтали да они идут гладки как бы то есть вертикальных тут разделение нету вот таких вот как бы сегментов да хотя когда я наводил например примеру навожу так сейчас давайте мы включим наводим видите есть так сейчас попробую зафиксировать это положение так вот обратите внимание синие да у меня появляются вертикальные полосы то есть сегментация но когда я щелкаю он полностью все окрашивает мне не видно давайте вот так сделаем вот видите вот если я хочу все-таки чтоб сегментация тут было до что более четко выражены все эти грани были и чтобы например тут покрасить в один а тут в другой цвет то это можно сделать следующие с морфом смотрите сделать сглажены сперва грани вот он такой страшненький стал потом рад обратно сделать четкие все видите вот она моя сегментация появилась и теперь я могу каждый вот этот вот сегмент отдельно разукрашивать то есть например навожу ведь он только его подсвечивает вот таким образом я могу сделать разные стекла например на мы на куполе вот в общем это очень полезная такая вещь окраска поверхности которая появилась именно уже в 19 архикаде в общем попробуйте поэкспериментируйте потренируйтесь более подробно моделирование в программе архикад вы можете изучить по видеокурсу моделировать архикад 20 легко более подробно изучить морф можете по видеокурсу 10 способов использования инструмента архикад морф все на этом данный урок закончен всего вам доброго встретимся на уроках и 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